Эфир канал ОТС продолжает экстренный вызов. Меня зовут Мария Никитина. Здравствуйте. Покидали жилища через окно. Начинаем программу с информации о серьезном пожаре, который произошел в дачном домике садового общества «Калинка» Новосибирского района. Спаслись женщина и шестеро детей. Происходило интенсивное распространение огня на надворные постройки. В течение получаса пожарные ликвидировали открытое горение, не допустив возгорания соседних дачных домов. Общая площадь пожара составила 100 квадратных метров. Причину пожара установят дознаватели МЧС России. Пламя уничтожило дом и надворные постройки. Троих девочек госпитализировали. Они надышались угарным газом. Остальные не пострадали. Покорельцев временно приютили соседи и родственники парковому стечению обстоятельств. Год назад тоже в Каменке сгорело жилище другой многодетной семьи. От строений на участке остался только каркас. Как тогда, так и сейчас местные жители объявили сбор для нуждающихся. А это кадры пожара в Бердске. Там сгорел строительный магазин, расположенный на повороте в Сосновку. Из-за сильного ветра была угроза ближайшим строениям. В окрестности много дач. Во многих сообществах отключили электричество. Помимо сотрудников МЧС дежурили полиция и скорая. Пострадавших нет. Один чудом выжил, но стал инвалидом. Второй угодил на скамью подсудимых и получил реальный срок. В Калининском районе Новосибирска вынесли приговор за покушение на убийство. Собутыльник распылил в лицо жертве перцовку, избил лопатой и воткнул в голову вилы. За решеткой Андрей Ермаков почти год. Его взяли под стражу после алкогольной вечеринки, которая для одного из участников закончилась в реанимации. Вечер 3 ноября мужчины коротали в бытовке рядом с домом на улице Макаренко. Решили пожарить шашлык. Договорились скинуться. За водкой и мясом поехал Ермаков. Но потратил он больше, чем рассчитывал Сергей Подгорный. Андрей попытался утихомирить раздухарившегося собутыльника. Предложил вызвать ему такси. Встал за ним, встал высоко нервно, встал наглым. Я говорю, Сережа, давай прекращай это все дело. Он говорит, если ты, короче, будешь сейчас меня выгонять, я возьму нож, отрежу тебе лужи. Это было прямая мне угроза. Потянулся за ножом. Из бытовки дерущиеся переместились на улицу. Ермаков взял в кузове своего грузовика лопату и стал избивать оппонента. Когда очевидец потасовки отобрал у нападавшего садовый инструмент, он пустил в ход вилы и нанес Подгорному шесть ударов. Выживай давай. Я еще должен пожить до 70, слышишь? Пожить должен, б***ь. Я никого никогда не убивал сильно. Пострадавший выжил чудом. Чтобы приступить к сложнейшей операции, врачам пришлось звать спасателей. Они ювелирно распилили металл болгаркой. Пациенту повезло. Зубцы сельскохозяйственного инструмента не задели жизненно важные центры мозга. Но его правый глаз перестал видеть. Он погас в течение пяти дней. Там какая-то внутренняя гематома пережала зрительный нерв. И вон сначала светлость потерялась, потом контуры, а потом вообще погас. В июне, когда мы записывали это интервью, Сергей Подгорный заявил, что после чудесного спасения совсем завязал с алкоголем. На строгом наказании своего обидчика потерпевший не настаивал. И даже несмотря на то, что из-за инвалидности он теперь не может устроиться на работу, не стал заявлять иск о компенсации морального ущерба. Я именно защищался. Если бы можно было это все, извините, отмотать назад, я бы этого не сделал. Гособвинитель в премиях потребовал отправить подсудимого на 9 лет и 10 месяцев в колонию строгого режима. Адвокат просила оправдать клиента, не согласившись с квалификацией. Доводы сторон судья оценил в совещательной комнате, придя к выводу, что особой жестокости в действиях фигуранта не было. За покушение на убийство Ермакова приговорили к 6 годам строгого режима. Набросились толпой в новосибирские группы отморозков. Избило курьера. Инцидент произошел у подъезда 60-го дома в микрорайоне Горский. И попал объектив сразу нескольких камер наблюдения. Все случилось накануне вечером. С начала у второго подъезда высотки пострадавшему распылили в лицо перцовку. Его после стали бить. Доставщик вырвался из рук нападавших и его стали гонять по всему двору. Судя по этим кадрам, злоумышленников было 6 человек. Со слов очевидцев, они были вооружены ножом, поэтому никто не стал вмешиваться. По нашим данным, пятерых уже поймали. Причем в задержании участвовали и бойцы спецназа. Однако пока никаких официальных комментариев от представителей ведомств нет. Также неизвестны состояния здоровья пострадавшего. Из Питера с особой миссией в Омске поймали барнаульского дилера, который забрал в северной столице наркотики и вез их конкретно в город Искитим Новосибирской области. В тайниках «Тойоты» фигуранта оперативники нашли 60 свертков с гашишем. Большая часть из них была спрятана в техническом отсеке двери и под капотом. Согласно заключению экспертов, запрещенных веществ было почти 6 кило. Задержанный пояснил, что подработку ему предложил аноним в Телеграме, дал координаты и вел его по всему маршруту по телефону. Стоит добавить, что одну дозу из оптовой партии курьер употребил в пути. Кстати, больше 20 лет назад мужчина уже был судим по аналогичной статье. А полицейские Подмосковья организовали служебную командировку в Новосибирск, чтобы задержать серийных домушников. Один из членов криминального трио оказался рецидивистом. Сумма ущерба превысила 3 миллиона рублей. Установлено, что злоумышленники перелезли через забор и незаконно проникли в частное домовладение, расположенное в поселке Михнево городского округа Ступино. Оттуда они похитили деньги и ювелирные украшения, после чего скрылись на своем автомобиле. Сумма ущерба составила 900 тысяч рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личности подозреваемых и при силовой поддержке Росгвардии задержали их по месту проживания в городе Новосибирске. При осмотре квартиры одного из задержанных оперативники обнаружили и изъяли часть похищенного имущества. В ходе расследования установлено причастность злоумышленников к совершению аналогичного преступления в городском округе Орехово-Зуево на сумму более 2 миллионов рублей. Ступинским городским судом фигурантам избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. И последнее. Рейсовый автобус полный мигрантов. Остановили полицейские на 103-м километре трассы Новосибирск-Кочки Павлодар. Проверка была плановой, однако нашлись нарушители. И куда сказал ехать? Загружаться или рейс куда? Загружаться на Ордынское шоссе 2. И куда ехать? Кулунда. Куда? Кулунда. В поездку отправились 40 иностранцев, но двое так и не пересекли границу. Им пришлось временно задержаться в нашем регионе по настоянию правоохранителей. Их документы оказались просроченными, поэтому гости попали под административное наказание. Сейчас решается вопрос об их выдворении из территории России с запретом на обратный въезд. Кроме того, могут привлечь и перевозчика, который пустил в салон автобуса нелегалов. На этом пока все. Видео происшествий и свои новости присылайте на редакционный WhatsApp номер 8 983 510 2005. Подписывайтесь и на наш канал в Телеграме экстренный НСК. В студии работала Мария Никитина. До встречи на ОТС. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok